Ай, ты Россия, матушка, ты Россия! Огромные потоки импортного некачественного мяса заполонили Россию. Химические добавки, как на стадии выращивания животных, так и в процессе подготовки мяса к продаже, портят вкус мясопродуктов и вредят здоровью покупателей. Самый правильный путь продовольственной независимости России, путь защиты нации от отравления и вырождения, организация фермерских хозяйств. Фермерское хозяйство Терешата находится на территории Челябинской области, в экологически чистом районе с прекрасной природой, далеко от мегаполисов и промышленных предприятий. В 1687 году на этом месте казаки Шадринской слободы основали поселение с дозволения боярина Головина. Название свое деревня получила по имени Казака Тереха, но люди поселились в этих местах гораздо раньше, как минимум 2000 лет тому назад. На месте городищ первобытных людей казаки и построили деревню. В 50-х годах прошлого века, с началом укрупнения колхозов, деревня Терешата прекратила свое существование и вновь возродилась только в 2008 году, после покупки данной земли Алексеем Анатольевичем Бухаровским. Все пришлось начинать с нуля. Электричества не было. Корпуса для сельскохозяйственных животных строили с помощью ручного труда. Были завезены овцы двух пород – романовские и дельбаевские. Приобретена корова, лошади, куры, гуси, утки, нутрии, свиньи. После долгой тяжбы с МРСК Урала было получено разрешение на подключение электричества. Приобретено три гусеничных трактора, два колесных, самосвал. Правда, техника часто ломается, так как ей уже более 40 лет. А новые трактора и косилки стоят неподъемные деньги. В настоящий момент в хозяйство Терешата вложено более 15 миллионов рублей. Следует отметить, что хозяйство организовано исключительно на собственные деньги. Без дотации, грантов и кредитов. На это ушли все накопления. Пришлось продать квартиру в Екатеринбурге. С 2010 года организована доставка фермерской сельхозпродукции населению. Горожане по достоинству оценили вкус натурального мяса, выращенного без антибиотиков и генномодифицированных кормов. Правда, цены пришлось устанавливать на уровне себестоимости. Таковы законы рынка. Чтобы доказать качество продукции, ее нужно продать. А покупателя в первую очередь интересует низкая цена. Предприятие стремится обойти посредников и поэтому доставляет свой товар бесплатно, прямо до дверей квартиры. В настоящее время в хозяйстве Терешата трудится 12 работников. Всем построены дома, своевременно выплачивается заработная плата. Хозяйство имеет огромные перспективы, продукция востребована. Более того, ее даже не хватает. Но для динамичного роста нужны финансовые вложения. Например, чтобы приобрести высокопородных быков, требуется не меньше 2 миллионов 400 тысяч рублей. Хотим отметить, что очень непросто поднимать сельское хозяйство на Урале, возрождать деревню, создавать рабочие места. Если ваша организация может помочь нам приобрести высокопородный крупнорогатый скот или современный трактор и косилку, мы будем вам очень благодарны.